Здравствуйте дорогие друзья! Наконец-таки состоялся финальный релиз iOS 11.1. Многие ждали этой прошивки по двум объективным причинам. Повышение скорости и увеличение времени автономной работы. О результатах деятельности разработчиков из Apple в этом видео, в котором мы затронем все аспекты функционирования системы. Будет интересно и информативно. Ставьте лайк и устраивайтесь поудобнее. iOS 11.1 Final это та же iOS 11.1 Beta 5 для разработчиков. Так что если вы сидите на программе бета-тестирования и не понимаете почему не пришло обновление, все нормально. Ваша пятая бета и есть финалочка. Начнем с изменений и нововведений. На экране блокировки вернули тактильную отдачу Haptic при неправильном вводе пароля. Лично мне не хватает работы моторчика при открытии пункта управления и центра уведомлений. Будем надеяться, что Apple добавит этот элемент. Незначительно перерисовали анимацию разблокировки. Но это можно заметить лишь при обоюдном сравнении гаджетов на разных прошивках. Также видоизменилась анимация открытия камеры с экрана блокировки. Этот процесс стал немного симпатичнее. Springboard. Исправлена анимация срабатывания 3D Touch. Микроподлагивание наконец-таки искоренили и все работает максимально приятно и плавно. В систему вернули жест 3D Touch для вызова меню многозадачности и перехода от одного приложения к другому. Среднее по силе нажатия позволяет переключиться на последнее открытое приложение, а глубокий тап по краю дисплея откроет сам режим многозадачности. Как же долго мы этого ждали. Благо в Apple прислушались. Дальше режим речебилити или удобный доступ. Было две проблемы. Первая – иконки приложения наезжали на док и перекрывали его. Вторая – не открывался центр уведомлений. Переходим к настройкам. Появились новые опции для настройки режима SOS. Освежили иконку камеры в разделе настройки «Общие ограничения». Прыщик ассистив тач получил новое действие, а также были обновлены некоторые иконки. Apple добавила в iOS более 70 новых эмоджей из списка Unicode 10 и перерисовала некоторые уже существующие смайлы. А при наборе сообщений предлагаемые смайлики группируются в правой части дисплея. Обновилась анимация при нажатии строки «Состояние» для перехода к началу страницы. Теперь этот процесс под конец прокрутки происходит плавнее. Добавили новую анимацию перехода в приложение из баннерного уведомления. Исправлена ошибка, из-за которой не отправлялись письма Outlook и Exchange. Исправлена важная уязвимость в протоколе шифрования WPA2, позволяющую анализировать Wi-Fi трафик пользователя и получать доступ к конфиденциальным данным, вроде медиаконтента, банковских сведений или паролей. В целом по системе было исправлено очень много мелких ошибок. Список вы можете увидеть на экране. Не поленитесь почитать, особенно если у вас возникали какие-то серьезные программные проблемы. Переходим к самому интересному. Скорость работы незначительно, но увеличилась. Особенно это заметно на таких относительно старых устройствах, как iPhone 5s и iPhone 6. Причем это касается и анимации, и скорости запуска приложений, и даже времени запуска устройства. Но тут показатель совсем уж незначительный. На актуальных девайсах стало лучше, но прям совсем ненамного. Время автономной работы – самый волнующий вопрос. И тут Apple не накосячила. Практический тест показал, что плюсовые версии iPhone 6, 7 и 8 на iOS 11.1 проработали в среднем на 2,5-3 часа дольше, чем при таких же условиях на iOS 11.03. И это действительно радует. Кому же обновляться? Однозначно всем тем, кто сидит на любой версии iOS 11. Хуже точно не станет. Если вы владелец iPhone 5s или iPhone 6 на iOS 10, радуйтесь. И пока на iOS 11 лучше не переходить. Apple идет в правильном направлении, но в этих устройствах железо еще недостаточно оптимизировано. И десятка выглядит выигрышнее и по скорости работы, и по автономности. О других обнаруженных изменениях, которые не были освещены в ролике, а также об ощущениях по скорости времени автономной работы, пишите в комментариях. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале Протек. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Ну разумеется, если подпишитесь на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok